Всем привет, Илья Маликов из группировки Харда Нурору. Добро пожаловать в Крым. Проциклы, вот это мой. А как вы уже знаете, я взял два ботинка правых. Вот, вчера катался в левом от Пети Цицилины, сегодня будет кататься в левом от Сергея Терентьева. Парни, спасибо большое. Там живет Вадим, в том доме у меня гараж. А через пять метров начинается такая гараж. Вадим такой, не знаю, где прикладки учить. Как мне прикладки научиться? Это я в пяти метрах от гаража. Запах волшебный, мутывильник. Вот такие подъемы, которые гид не знает, где этот подъем находится и просто едет по направлению. Вадим. Вадим. Подъем на гору, дубль два. Попробуй заехать, стою на подножках, они не едут. Не ползай. Я так пытаюсь стараюсь, просто сейчас мне сбило. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я эндурил в разных странах, в разных местах И в сочетании того, что ты можешь поэндурить в горах, то он спустится к морю Причем к такому дикому пляжу Субтитры сделал DimaTorzok Резюмируя заезд Сереге и заезд мой Правильно выбирайте траекторию, но траектория на 10 см левее или правее гораздо удобнее И вот такие участки, конечно, проще брать ходом и останавливаться на полочках Чем терять ход там в камнях из-за неправильной траектории, и на поле пытаться скарабкаться Здесь зацеп очень хороший, но гораздо проще, чем за того камешка залететь сюда Результат на лицо Пытайтесь, особенно в тренировках, брать другие траектории Именно эти траектории вам сыграют на руку в гонках Ну что, крымчане, посъездить научить или нет? Он не успеет набрать скорость, он не успеет поймать баланс Депроши, а за Путин толсты ков Не, клеил не смог выбрать, ну и все, видите? вот море послал послал но уже на дырке так, клея, но вроде ход не потерял, посмотрим справится ли он с этим камешком или нет но в целом, если вы понимаете, что вы не заезжаете, то нет смысла и заезжать зачем вам заезжать на полметра, ну как бы на метр и потом откататься его вниз, если ну уже понятно по ходу, что не заедется так, ноги на подножку не поставил снял ноги, опять потерял ход поставил ноги, давай-давай-давай опять снял ноги ну вот горем пополам было, конечно, очень некрасиво вот на таких камнях ни в коем случае нельзя останавливаться рассчитайте свою траекторию свой ход таким образом, чтобы их проскочить с таким уклоном, даже хорошим зацерном, сложно скартовать особенно если у вас короткие ножки катится тут далеко, конечно вместе с камнями и мхом так что-то новенькое слезть с мотоцикла обойти его с хвоста а, видимо, перекладочку решил сделать так так, поднялся повыше обыдеть под час раз по чуть-чуть, которая от них не перегазовывает все, вам рабочий вариант нормально хорошая перекладка у тебя? да да, но я бы назвал эту перекладку пенсионерскую пенсионерскую пенсионер, чтобы понимали это всем, кому больше 40 лет было в прошлом году а в этом году сделали 35 так мне 42 я и так пенсионер перекладка пенсионерская все правильно вот у Вадима найдется 100 причин почему у него не удалось краник забыл открыть ноги не достали ход потерял жиклеры неправильные локоть потянул а, Серега оп 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 вот видите, подъем без разгона а а зацепился засоснул а нормально а 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 не видно ничего едешь есть и искалов Вот такая вертовать Такая мощь Никаких перегазов Телесо не буксует Надо попробовать перепрыгнуть Перепрыгнуть, перепрыгнуть Термарин Вадим сказал это специальный Вспех При тренировке Когда ты дергаешь мотоцикл Оп-оп-оп Серег, а если начнешь лететь Да, на себя спасай Дергаешься на мотоцикл Я даже не предполагаю Что здесь в теории Может спуститься Верховный мотоцикл Даже не предполагаю Что здесь в теории может спуститься Это местечко Не знаю, прям место силы Небольшая Речушка Горная Скальный массив Будешь посидеть Пообщаться Музыка Этиори Оголод Оголод Музыка Этиори ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, есть две вещи, которые вам надо вынести из этого видео. Во-первых, ребята, Вадим Бодоренко и Сергей Галя, в ссылочках в описании, это kkkendurocamp.pro, тоже ссылка будет в описании. Короче, если хотите в Крыму по эндуре, то welcome, контакты их есть. И второй момент, что 19, 20 и 21 апреля в районе между Ялтой и Алуштой пройдет очень крутая хард-гонка. Очень крутая, потому что пролог будет в центре города на набережной. И два дня будет для харда по 100 километров, причем не круг, а прямая линия, не повторяющаяся. И почему я могу сказать, что это будет крутая гонка, крутой хард? Потому что один из основных трек-менеджеров Олег Бибиков. А Олег Бибиков все знают, что он очень сильный спортсмен и большой выдумщик. А, ну что, вынимай его, да? А, ну что, вынимай его, да? А, ну что, вынимай его, да? Субает! Ну понимаю, понимаю. Я вам говорил, что Вадим мастер о оправдании. Ты что-то еле едешь. Вадим, за 5000 рублей я ни одно твое падение не вставлю в видео. Вот это уровень. Вер, вот это уровень. Так, концовочка. Два дня в Крыму это в целом вполне достаточный тренировочный сет. Билеты дешевые, гостиница дешевая, погода и зацеп я считаю идеальные. Всем ехать в Крым тренироваться и обязательно на гонку, я уже про нее говорил. Ну и подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok